Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что добавили в земную деревушку, так что седлайте своих коней, берёте вкусненький чаёчек, печенюшки и... поехали! А начнём, пожалуй, с того, что нам добавили джингла, который является у нас помощником по гонкам. Так что теперь прямо здесь, как только вы телепортируетесь в зимнюю деревушку Санты, вас будет встречать вот этот вот помощник, дающий гонгу, за который он будет давать, кстати, неплохие подарки в виде трёх желаний, 150 шиллингов, 30 опыта лично для вас и 1200 опыта для вашего коня. Но, насколько я помню, это первый такой подарок, дальше будет всё немножечко поскромнее, но проверять я лично сейчас не буду, попозже. Идём дальше. На самом деле очень странно, что разработчики решили добавить задание на следующей неделе после обновления, а не в тот же день, когда и добавили, потому что раньше всё это добавляли в один день. Также у нас теперь ещё тут один помощник Бангу, который тоже даёт нам гонку, тоже в который при желании и 400 уже опыта для лошади. Тут уже всё-таки как-то поскромнее. Идём дальше. Дальше у нас это подарки, но показывать их нет смысла, потому что каждую дату они добавляются. Как видите, я их ещё не собирала. Я планирую их собрать прямо перед Новым Годом, чтобы не ждать каждый день. А то, что нам вот прям добавили самое свежее, это новенькое, это лошадки магические арабы. Не зря я в зиму поехала на своём купленном арабе, практически предпоследнем. Нам добавили двух коней, это темноглядка, по-моему, и снежнопляс. Лучше бы они оставили свои родные имена этих лошадей. Да, снежнопляс это светленький с тёмной мордашкой и темноглядка. Ай, так а бы это а-ля девочка. У нас с таким странным именем. На английском они наверняка звучат лучше, надо будет зайти и потом посмотреть, как же они именуются. Я их покупать буду, но если честно, как магики, они особого восторга на меня не проявили. Мне они нравятся чисто как новые масти арабов. Жалко, правда, что им нельзя менять прически, но учитывая то, какое у них цветовое сочетание, я бы им так и так, наверное, и не меняла. Да, так что, наверное, ждите. Если я сейчас не передумаю и не побегу их покупать, отдельное видео. Также в магазинчике питомцев нам добавили двух питомцев. Первый питомец это вот такой маленький королевский пингвинёнок. У меня, кстати, есть, оказывается, один пингвин с прошлого года. Но так как в этом году я не зарабатываю желание и не хочу бесплатно себе получать какие-то комплекты питомцев. Ну, просто я понимаю, что мне это не надо. Я их не хочу, поэтому не собираю. Следующая питомца у нас это наблюдательная сова. Такая вот белая, я буду называть буклей. Вот. И знаете что? Наверное, как раз её-то я сразу и куплю. Ну, что мелочится? 400 рублей питомец? Фу! Покупаем. Ну, ребят, на самом деле мне не нравится гигантский ценник на питомцев. Я считаю, что это не то, что не честно. Это просто некрасиво. Это слишком гигантские цены для питомцев. Так, ну, здесь я ничего обменивать уже не могу. Я, если что, получила себе недоуздок. Он очень красивый, классный. Я его, по-моему, надела на исландца нового. Да. А всё остальное я пока ещё, не знаю, буду, получать не буду. Но что-то сейчас у меня просыпается жуткое желание собрать всё это. Но это нужно бегать, носиться. Ладно, я подумаю насчёт основного аккаунта. Но на дополнительные точно я всё это получать не буду. Потому что мне там это всё не нужно. Также до сих пор я и не купила комплекты, которые продаются здесь в магазинчике. Они тут так и лежат в ожидании, наверное, когда я их всё-таки куплю. И до сих пор у меня числится как новинка. Хотя, на самом деле, числится как новинка они абсолютно у всех. Так как это новый товар этого года. По поводу всё-таки совы, что хочу сказать. Она очень классная. По сути, это вторая по светлости сова, которая у меня будет. Потому что первая сова коричневая, это за мастерскую... Боже, имя забыла. Раней? По-моему, так. У неё коричневая сова. Потом давали сову за пригласи друга. Ну, я пришла создавать ещё один аккаунт. И я получила таки ту сову. Вот, да. Даже пришлось один месяц оплатить, по-моему. Но там была скидка. И теперь нам позволяют спокойно за СК купить буклю и почувствовать себя Гарри Поттером. Какая же она прикольная. Ещё эти лапки. Но единственное, может быть, я чего-то не понимаю. Нам обещали лисичек. И я пока не понимаю. Их тут вообще, в принципе, нигде нет. Или они где-то есть. Но я не знаю где. Потому что их вроде бы даже уже проспойлерили на изображениях с акциями. Или они доступны в комплекте с СК. Что-то такое. В общем, это очень, на самом деле, грустно. Если классные лисички будут доступны в комплекте СК. Хотя, на самом деле, я не буду сейчас страдать такими страшными размышлениями. Я просто зайду в один из своих аккаунтов и посмотрю, что же доступно. Значит, нет. С наборами по СК нам доступны королевские пингвины. И вот это как раз белая сова Букля. Если вы покупаете комплект на 1000 СК, вы получаете пингвинёнка. Если вы покупаете комплект СК на 2000 и 5000, то получаете двух питомцев сразу. Ну, интересно, какая ситуация сейчас у нас действует с Старайдером. Надо посмотреть. По-хорошему вспомнить, на каком из аккаунтов у меня Старайдера уже ещё нет. Да, если вы покупаете месяц игры, вы получаете один комплект. Очень классный. Я, кстати, не знаю, что это. По-моему, это прошлого года или нет? Да, по-моему, это прошлого или позапрошлого года зимний комплект. И также и за покупку лайфа вы получите все комплекты амуниции. Также прошлогоднего белого пингвинчика и питомца белого кролика. Вот за такую вот покупочку. Ну, а за три месяца вы просто ничего не получаете. Да, так что вот так вот как-то очень странно. Я, если честно, жду лисят. Может быть, они на следующей неделе будут? Что там обещают на следующей неделе? На следующей неделе у нас... Да, кстати, ребят, на следующей неделе у нас скидки лошади Юрвика. Больше гонок, веселья в снегах и всё за одну неделю. Вы заметили, что Старстебл ввели такую вещь, как скидки? И вначале, если честно, я не увидела запятую между скидками и лошадью Юрвика. Может быть, будут скидки на лошадей Юрвика? Или о скидке отдельно на каких-то лошадей? Или нам добавят ещё каких-то новых мастей и лошадей Юрвика? Больше гонок и веселья в снегах? Я уже не знаю, что ожидать от Старстебл, потому что раньше здесь было всё зациклено, и всё равно приходилось гадать, когда же они, допустим, из лошадей, которых заспойлерили, когда же они добавят какую масть. И, если честно, я скучаю по тем временам, когда в одно обновление нам добавляли не целую породу, а всего лишь три масти этой породы. А иногда даже и вовсе три разные породы похожих мастей или разных мастей. Так что иногда, да, я всё-таки скучаю по таким простым временам. Также я видела в группе ВКонтакте по Старстеблу, в одну из групп, заспойлерили, что нам всё-таки будут менять персонажа, но пока что там только одни сплошные артики. Вот, добавили пышное телосложение, очень много причесок, тона кожи. Ну, если честно, я не особо придаю тому значению. Потому что пока нет смысла сидеть и гадать, это нужно просто, как бы, принять, когда это придёт. Главное, чтобы разработчики не накосячили, как в прошлый раз, с нашими жутко короткими шеями, которые они не могли очень долго починить и исправить. А кто-то до сих пор сидит и скучает по самым первым внешкам персонажа. Если честно, я, наверное, тоже иногда по ним скучаю, но больше я, если честно, скучаю по первому виду начальных лошадей. Такие большие, с грубой мордой и жутко такие горбатые все из себя. Вот по ним я очень скучаю. Если вы не знали, то такая моделька стоит в Мурлэнде, гнидой конь. Вот именно так раньше и выглядели абсолютно все лошади, которые были у персонажей. Так что на этом всё. Обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, о чём вы скучаете из старого, если вы уже давно играете. Или же о чём вы, в принципе, думаете, когда настает зима на Юровике, или, в принципе, у вас зимняя погода за окном. О чём вы мечтаете, о чём вы скучаете. Буду рада почитать ваши комментарии и, может быть, даже с вами поболтать на эту тему. Так что на этом всё, а я с вами прощаюсь. Не забывайте тренироваться лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И хорошего вам зимней погодки.